Топливо, глину, наоборот, выгружают готовый обожжённый кирпич. Ну вот я должен был всё это организовывать. Ну а потом стал мастером АТК. Ну вот когда стал мастером АТК, тогда стало уже полегче. Хотя вот, ну, стать доходягой, заболеть какой-нибудь дистрофией, ну, можно было очень нелегко. Ну вот мне ещё повезло, что вот этот Рикерт, о котором я говорил, антифашист, поскольку он уже побывал перед этим лагерем в других лагерях, ну, он знал, так сказать, способы выживания. Надо есть витамины, поэтому, значит, летом мы там на 100 грамм хлеба меняли около столовой, значит, жители уже знали это, они приносили просто сёкольный ботмук. Мы, значит, пучок этот шокольный ботмук меняли на хлеб, и потом ходили и просто жевали её, так сказать, непрерывно. Ходишь и жуёшь, чтобы вот как-то избежать дистрофии и различного рода витамины в себя вводить. Ну, благодаря этому, вот, но вообще голод был, так сказать, ужасный. Просто, кроме еды и как, так сказать, добыть еду, ни о чём невозможно было думать. Ну, мне это, значит, в каком степени оказало пользу, в кавычках. Значит, ну, если наступают какие-то времена, положим, там, трудно с продуктами, ещё с чем-то, все, так сказать, кругом стонут, охот, а я, так сказать, думаю про себя. Всё-таки всё это, так сказать, несравнимо с тем, когда вообще нечего есть, и, так сказать, чувствую, что умираешь с голоду. Ну, это вот такой оптимизм. Дальше, мне кажется, мне помог в жизни. Ну, и вот такие вот очень тяжёлые времена для окружающих. Для меня, ну, всё-таки, казались какими-то затруднениями, но несравнимо менее страшными, чем вот эти лагеря. То есть всегда, так сказать, было такое ощущение. А, да, он, значит, в самые тяжёлые времена, он говорил, жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. У него такая была поговорка. Когда особенно плохо, он, значит, так, задумывается, жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Тоже такой был оптимист. Так что, мне повезло, что я с двумя такими крупными людьми был, как Равшенбах и Рикерт. Ну, и потом брали интервью у меня здесь, в Томском Вестнике, где как раз расспрашивали о моих лагерных впечатлениях. Так что, я не знаю, ещё так сказать. В дальнейшем Аркадий заинтересуется. Моей персоной можно будет, значит, познакомить с этим документом. Со шпетом тоже, так сказать, были у меня определённые контакты, воспоминания. Да-да-да, но и в результате, что я, что я сделал. Я, значит... Да-да-да-да-да. Ага, да-да. Ну, вот, как раз, скажем, этот текст. Тут, значит, перечислены фамилии в Алхавитном порядке. Ну, о каждом даётся краткие сведения, где он родился, где он работал до ареста, когда арестован, и какая мера. И вот, в большей части, всё расстрелян, расстрелян, расстрелян. Одним словом, вот из этих 18 тысячах 65%, ну, посчитайте, сколько это людей, были расстреляны. Причём, главным образом, они были расстреляны в 1937-1938 годах. Ну, и я, значит, взял, как говорится, статистически значимую выборку из этих 18 тысяч, я взял выборку 1700. Ну, я доказал, что это выборка статистически представительная. Взял вторую букву, и получилось то же самое. Поскольку от буквы, конечно, не зависит мера, так сказать, наказания. Да, ну, и потом построил 14 графиков. Ну, и в конце концов написал статью. Назвал её «Расстрелометрия». Политические репрессии в Томской области, ну, вот за эти годы, 1928-1953. Ну, как-то эту книжку очень тут, вообще говоря, тепло восприняли, в частности, так сказать, историки университета. Статью или книжку? Нет, статью мою. Ага. Значит, хотели её издать. Ну, вот второй как раз сборник, они не сумели вообще издать, в котором они хотели её поместить. Ну, как-то я на какой-то конференции историков докладывал об этой своей работе. Ну, так как-то в России её не... Ну, в Москве есть журнал «Воля», который печатает подобные вещи. Ну, вот ему показывали эту статью. Да. Так, ну, вот сейчас я её перевёл на английский язык. Жукова Ивтач Кащеева. Помню ещё Кащеева Николая Витальевича. Заканчиваю уже эту работу. И вот один наш знакомый, член вот этого общества «Возвращение», обещает напечатать её в одном из немецких журналов, которые издаёт это общество. Так что вот я думаю, что-то примерно через месяц я эту статью на английском языке отдам Игнатьеву. Ну, и он обещает, что, значит, в Германии её обрекуют. Ну, не знаю. Ну, так. Вот, извините. Кащеева эта статья понравилась. Ага! Что смы... не смысл? Не смысл! Каще! 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 Каще!